С чего начать свой бизнес, как правильно просчитать налоги и возможные риски. Все эти нюансы начинающим предпринимателям раскрывают на курсах Бастау Бизнес. В этом году обучение прошли больше тысячи североказахстанцев. С одним из выпускников программы встретилась наша съемочная группа. Алина Боржанова побывала в районе имени Габита Мусребова. Прежде чем приступить к работе, нужно надеть защитную экипировку и проверить инструменты. Так начинается каждое утро Бауджана Жаксыбаева. Когда имеешь дело с металлом, важно не забывать о своей безопасности, говорит сварщик. А еще не отставать от режима. У него всего пару дней, чтобы сделать этот котел. Стоят такие изделия от 45 до 300 тысяч в тенге. Все зависит от размеров котла. Чтобы увеличить производительность, в прошлом году Бауджан прошел курсы по программе Бизнес Бастау и взял кредит на покупку оборудования. Например, этот плазморез справится с металлом толщиной до сантиметра. Это почти вдвое больше аналогов. Готовую продукцию предприниматель сам доставляет заказчикам. Специально для этого купил подходящий автомобиль. Мы уже давно занимаемся бизнесом. Просто там нам объяснили, что можно больше прибыль сделать себе, больше рекламы показывать, привлекать. Вот тогда бизнес будет по-настоящему идти. Сильно так не получалось зарабатывать, потому что у меня средства уходили только на семейный бюджет. Старался это ради семьи. А как поддержка государства я ощутил. Я получил эти кредиты и оправдал свою мечту. Приобрел, что хотел. Не хватает бауржа, но только помощника. Он готов сам обучить желающего и обещает платить ему достойную зарплату. В целом предприниматели района имени Габита Мусрепова активно пользуются госпрограммами. В этом году благодаря фонду финансовой поддержки сельского хозяйства 78 человек получили кредиты на открытие или расширение своего дела. Общая сумма займов превысила 316 миллионов тенге. Большая часть из них – средства по программе продуктивной занятости. Кредитование получают через госпрограмму развития продуктивной занятости на животноводство, на растеневодство основная доля. Также на предоставление услуг, такие как СТО, мини-пекарни. Пользуются госпрограммами такими, как Дорожная карта бизнеса 2020. За весь период реализации государственной программы в районе 87 проектов одобрено на общую сумму 5,6 миллиардов тенге. Всего в районе около 2000 субъектов малого и среднего бизнеса. Большая часть из них – индивидуальные предприниматели. Алина Боржанова, Адиль Нуржанов. Новости МТРК. Продолжение следует.